Суммы степеней. В прошлый раз мы считали сумму первых степеней, сумму квадратов, сумму кубов, и дошли до очень важного разница. Давайте я сейчас напишу сумму квадратов первых степеней. Это n умножить на n плюс 1. И вот дальше, смотрите, 1х2 плюс 2х3, 3х4 и так далее, плюс n умножить на n плюс 1. И вот здесь была формула n умножить на n плюс 1 умножить на n плюс 2 и разделить на 3. Она очень легко доказывается по индустрии. Следующая формула 1х2, 2х3, 2х3х4 и так далее, n умножить на n плюс 1 на n плюс 2, это есть уже произведение не трех подряд, а четырех подряд. n, n плюс 1, n плюс 2, n плюс 3 разделить на 4. Мы это уже доказываем индустрии. И вообще, если вы берете, возводите некоторое число k, где k пробегает все значения от единицы до n, в какую-то там степень, в некоторую неправильную степень s. Значит, еще раз, s неправильное число. То оказывается, эта сумма только не просто в степень, а в возрастающую степень. То есть берете такие множители k, k плюс 1 и так далее, k плюс 1, минус 1. То оказывается, эта сумма, это n в s плюс 1 возрастающей степени, деленная на s плюс 1. То есть, вот это вот, это n, возрастающий третье, деленное на 3. Вот это n, возрастающий четвертый, деленное на 4 и так далее, и так далее, и так далее. Господа, давайте сейчас делаем две вещи. Во-первых, просто по индустрии докажем эту формулу, эту индустрию. А потом поймем комбинаторный смысл. Для того, чтобы вам было легче понять комбинаторный смысл, давайте я делаю следующее. Я разделю вот эту формулу на 2. Тогда смотрите, что у нас будет. 1х2 пополам, 2х3 пополам, и так далее, и так далее. n на n плюс 1 пополам. Оказывается, это будет n умножить на n плюс 1, умножить на n плюс 2, делить на 6. Кто знает, что в тех случаях чисел сочетаний, это число сочетаний из скальки поскольку. n умножить на n плюс 1 пополам, это число сочетаний из... Ну, из n по 2. Неверно. Из n плюс 1 пополам. Так. Так. А это? Из n плюс 1 пополам. Из n плюс 2 пополам. Из n плюс 2 пополам. Замечательно. Ну, а до этого было слагаемое число сочетаний из n по 2, правильно? Угу. И так далее, и так далее. Вот это было число сочетаний из 3 по 2, и самое первое число сочетаний из 2. Господа, если вы приглядитесь к этому, и вот это поделите на 6, то смотрите, что у вас будет. Число сочетаний из 3 по 3, из 4 по 3, и так далее, и так далее. Число сочетаний, наконец, из 3 по 3, это будет число сочетаний из чего? Из n плюс 3 по 4. Из n плюс 3 по 4. Отлично. Ну и в общем виде, что у нас там будет. Число сочетаний из s по s, из s плюс 1 по s, и так далее, и так далее. Заканчивается это на число сочетаний из n плюс s минус 1 по s. Оказывается, это то же самое, что число сочетаний из n плюс s по s плюс 1. Вот. Вот доказать такие комбинаторные тождества, это то же самое, что доказать вот те алгебраические тождества. Все понятно? Угу. Все понятно. Так, и так, значит, программа работы проста. Сначала просто по индукциям. Просто для того, чтобы мы хотя бы понимали, что это правда. База и переход. Так? Вперед. То есть, давайте доказываем вот эту вот разницу. Методом математической индукции. База. Вперед. Если вы вставляете единицу, вот вы сейчас я рассказываю. Да ладно, я это все понимаю. Нормально, написали, не написали, неважно. Давайте быстрее. И все равно это единица. Да. То получаем. Один умножить на два. Один умножить на два умножить на три. А я думаю, что это интересно. Делить на три. Так. Это правда? Правда. Замечательно. Ладно, правильно. Теперь, в чем состоит индукционный переход? Увлечивая на один. То есть, предполагаем, что вот это вот равенство нам известно. Для какого-то n мы это уже знаем. И берем такую же штуку только для n плюс один. Пишите. Вот прям. Один умножить на два плюс два на три и так далее, и так далее. Плюс n на n плюс один. Плюс n плюс один на n плюс два. Равно. Нет, секунду, нет, нет, не верно. Вам нужно написать не свою мечту, а вам нужно написать чему-то на самом деле равно. Вот у вас есть такое равенство. Мы при этом знаем вот это равенство. Что мы с этим должны делать? Мы должны воспользоваться как-то вот этим равенством. То есть, смотрите, сумма первых n слагаемых на самом деле мы знаем, мы должны заменить вот эту вот штуку на вот это. Отлично. Опять пробел поставьте. Нет, по-настоящему пробел. Вот заставьте себя не жальничать. Опять пробел поставьте. Теперь нужно суметь как-то упростить это выражение и понять, что оно равно n плюс один умножить на n плюс два умножить на n плюс три и делить на три. Что здесь можно очевидно вынести за струк? n плюс один умножить на n плюс два. Что? n плюс один умножить на n плюс два. n плюс один умножить на n плюс два. Вот и выносите. Равно. Пробел поставили. Равно. Переход на новую строчку. n плюс один умножить на n плюс два. Значит, n плюс один и n плюс два, это, конечно, вынести за струк. Вам нужно доказать, что вот это выражение, это есть n плюс один умножить на n плюс два умножить на n плюс три и разделить на три. Это так или нет? Да. Вот пишите. Равно. Дробная черта. Это утверждение до разного. Что будет для следующей строчки? Тогда не один умножить на два плюс два смножить на три и так далее, а один умножить на два умножить на три и разделить на четыре и разделить на четыре. Ага. А когда умножаете на 4 и 9 на 4, это же должно быть ничего не делать. Значит, база есть? Есть. Отлично. А какой будет переход? Смотрите, надо написать вот такую вещь. Надо написать, ну, это будет то же самое, 1, 2, 3, 2, 6, 4 и так далее. Надо вот это написать. Надо, чтобы все поняли, n плюс 2, n плюс 3, да, делить на 4, к общему знаменателю. Нет, здесь важно, n плюс 1, n плюс 2, n плюс 3 не забыть вынести, потому что они, все эти множители есть. n плюс 1, n плюс 2, n плюс 3, да, вынесли. А вот теперь к общему знаменателю. Что до вас осталось? Ну, и значит, 4, 3, не надо написать, все. Дальше все поймем. Спасибо большое, все понятно, что ты делаешь? Ага. А вот теперь давайте аккуратно, не подвинемся, так крошечки, так, крошечки, надо выписать. Вот я пока, я спи-то и фор. Я вот это все стираю. Это пишет 3 раз одно и то же, но лучше 3 раз сделать одно и то же, чем не понять. Кто красивую почку, кто записать? Да-да-да. В базе это n равно единица. Это наименьшее, на которое подтверждение имеет смысл. n равно единица. 1 в возрастающей s-3 степени. Нужно доказать, что это? 1 в возрастающей s-3 степени. Да, пишем-пишем. 1 в возрастающей s-3 степени. Да, делить на s-3 степени. Кто понимает, что такое единица в s-3 в возрастающей степени? 1. Нет, конечно. 1, но на 2 и так вырос. У этого есть какое-то другое название математическое? s-3 степени. Конечно. Реально вас просят доказать, что s-3 степени. Равно чему? Да. А n-1 возрастающая s-1 это что такое? Это s-1 степени. Конечно. Вот пишите. s-1 фактериал. Да. 2 на s-1. 2 на s-1. Что бывает, когда s-1 фактериал делишь на s-1? s-1. Отлично. Теперь переход. Вот представьте себе, что для какого-то натурального числа n вы вот это уже доказали. Вот так получилось. А мы теперь берем и пишем для n-1. n-1. Что будет для n-1? n-1 возрастающий s-1. Нет, сколько? У вас во-первых здесь добавится одну слагайку. Давайте подробно напишем. Напишите вот эту штуку. Вместе n напишите n-1. Вот. Вот. Прямо вот это подписывается. Так. Народи, еще раз. Это просто для того, чтобы вы приведете работать со знаками суммы. Винч, я третий раз это повторяю. Но, еще раз, моя цепь состоит в том, что мы совсем все все поздравляем. Да. Вот сумма таких штука равна. Значит, что мы делаем? Мы одно слагаемое отделим, а все остальные переписываем. То есть, вот здесь вообще-то n плюс одно слагаемое. Давайте напишем сначала первое n штук. Ну, то есть, надо просто переписать вот это. И потом еще напишем последнее слагаемое. Пишите. Итак, сумма. И вот к этому, ко всему, надо прибавить. Что такое последнее слагаемое? Это надо вместо k написать n плюс 1. Вот, надо сюда. Н плюс 1. Н плюс 1. В возрастающей s-1. n плюс 1, да. В возрастающей s-1. Отлично. А теперь смотрите, в чем идея. Эта сумма у нас уже известна. Значит, вы должны вместо этого написать вот это. Ну, а последнее переписалишь. Равно. 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 Ну, и вот теперь возникает вопрос, что же это такое. На самом деле, ответить на это у нас очень легко, но тут надо просто понимать, что такое возрастающая s-1. Давайте, вот там чистая доска. И, собственно, посмотрим. Значит, равно. Перейдите сюда. Да-да-да. Равно. Равно. И давайте как-то мы сейчас сделаем так. Посмотрите, что такое n, возрастающей s-1. Это вообще-то. n умножить на n плюс 1, на n плюс 2 и так далее. Так? А вот давайте сделаем так. Давайте первый умножить отдельно. То есть у нас там есть n на n плюс 1 и так далее. А давайте это число n напишем просто отдельно. n умножить. n умножить. Да. А вот теперь сколько умножить осталось? Раньше было s плюс 1. Сейчас осталось s. А начинать теперь с какого числа мы должны? С 1 плюс 1. Так я вижу. n плюс 1. Да-да-да. В возрастающей s-кой степени. Да. Делить на s плюс 1. Так. Это мы разобрались вот с этим. Да. И просмотрелся. Ну, нереально, чего я это сделал. Здесь возникла одна и та же причина. Посмотрите, внимание. Значит, ее можно вынести. Жить равно. n плюс 1, возрастающей s-кой степени, можно вынести. Да. Дальше. Что там будет? n s плюс 1. Ну, плюс 1. Да. Так. К общему знаменателю. Равно. Давайте поддам новую строчку. Значит, n плюс 1, возрастающий s-кой, надо вот так отставить. Там в знаменателе будет s плюс 1. Тогда напишите, пишите, знаменатель s плюс 1. А что будет в числителе? n плюс s плюс 1. n плюс s плюс 1. Ну, очевидно, да? Потому что 1 это s плюс 1, это первое. n плюс s плюс 1. И последний удар. Посмотрите. Что такое n плюс 1 в возрастающих, ой, забыл, не забыл. Возрастающих s-кой степени. Вот. Это n плюс 1 на n плюс 2 и так далее на n плюс s. А что будет, если добавим еще множители n плюс s плюс 1? n плюс 1 в s плюс 1. Раньше были множители n плюс 1, n плюс 2 и так далее на n плюс s. Добавилось еще такое n плюс s плюс 1. Как раз следующее. Значит, это и будет, да. n плюс 1, возрастающий s плюс 1, делить на n плюс 1. А это ровно наша формула, только не для n, а для n плюс 1. Это и значит, что индукция грешна. Спасибо. Так, все поняли? Угу. Все поняли? Замечательно. Господа, теперь возвращаемся к индукции. Надо понять, что никакая индукция, на самом деле, была не нужна. И что равенство, которое мы доказывали, очевидно. Да, то есть, по индукции тоже как бы было бы сложно. Понятно? Все было бы легко. Но, оказывается, что легко объяснить это равенство. А, кстати, кто-нибудь понимает, что это такое в треугольнике Паскале или нет? Не понимаете, что это такое? Ну, это строчки треугольнике. Это не строчки. Это не строчки. А давайте я вам сейчас нарисую треугольнику Паскале, и мы посмотрим, как эти числа выглядят. Для какого-нибудь. Да? Потому что, мне кажется, важно понимать, где это на самом деле расположено на треугольнике. Это, кстати, такой ненагоменную строчку. Что-что? Это такой ненагоменную строчку, там где 1, 3, 6, 10. Вот. Давайте посмотрим. Вы правы. Давайте посмотрим. 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, замечательно. Ну, давайте я на пятой строчке остановлюсь, хотя на самом деле может быть гораздо лучше. 10, 2, 5, 1. Хорошо. Я задаю вам очень простой строчку. Давайте в качестве числа S возьмем, ну, например, 2. А в качестве числа N, сейчас посмотрим, из 2 от 2, из 3 от 2, из 4 от 2. И из 5 от 2. Я написал всего 5 строчек, поэтому я не могу, но слишком долго. Итак, где у нас здесь из 2 от 2? А где из 3 от 2? А из 4 от 2? А из 5 от 2? А чему это должно равняться? Это должно равняться числу сочетаний из 6 от 2. Ну, это или теле вот этого числа. В 6 строчке у нас есть число 20. Понимаете, понимаете, да? 10 плюс 10. Так вот, сумма вот этих чисел равна этому числу. Это, кстати, легко понять. Потому что, смотрите, вот 1 плюс 3 это 4, да? 4 плюс 6 это 10. 10 плюс 10 это 20. Ребята, то есть правило очень простое. Надо взять любое место и идти вот так вот по диагонали, вот как здесь. И когда вы берете эти числа, берете, 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 то суммой будет написано вот здесь. Понятно? В трубой небоскале это очевидно. Ну, собственно, это индукция ровно так у нас и была установлена. А сейчас комбинаторный смысл. Вот давайте для простоты смотрим сюда. Выбрать из n плюс 2 предметов 3 предмета. Сколькими способами это можно сделать? Это совсем просто что-то. Я вот исходный ждал. Из n плюс 2 предметов. Давайте в качестве этих предметов просто возьмем числа 1, 2, 3 и так далее на плюс 2. Значит, из чисел от 1 до n плюс 2 мы хотим выбрать 3 предмета. Сверху написал что будет? А? n на n плюс 1 на n. Это правда. Это просто формула для числа сочетания. Это правда. А почему это равно этому? Давайте вот это просто. Можете вы нижнюю строчку мне объяснить комбинаторно? Вот есть числа от 1 до 6. Мы хотим из них выбрать 3 числа. Почему? Способов столько же, сколько выбрать из двух чисел, два числа или из трех, два числа или из четырех или из пяти. Числа от 1 до 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как выбирать из них три числа? Это вы таким образом объясняете вот эту формулу, да? Скажешь на даре. А надо объяснить вот эту. Мы выбираем в начале первое число, тогда из оставшихся пяти мы выбираем два. Берем как раз пять. Да, да, да. Потом мы выберем за первое другое число, мы выберем пятое. Из оставшихся четырех выбираем пять. Молодец. Только мы смотрим на самое большое число. То есть вот выбираем числа от 1 до 6. И когда мы выбираем три числа, то мы выбираем именно множество, поэтому из этих трех чисел будет одно самое маленькое, другое среднее и третье самое большое. И вот теперь смотрите. Среди чисел от 1 до 6, давайте я напишу их. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если мы выбираем три числа, то есть такие варианты. Мы выбрали шестерку. Вот если мы ее выбрали, то остальные два числа надо выбирать здесь. И это число сочетание из пяти пола. Другой вариант. Мы не выбрали шестерку, но выбрали пятерку. Таких способов вот столько. Мы не выбрали пятерку тоже, но выбрали четверку. Таких вариантов вот столько. Ну а ничего такое нельзя, потому что попытка выбрать в качестве наибольшего вот это число приведет к беде. Просто таких способов нет. Все поняли? Ну и здесь тоже самое. Из n плюс s чисел мы выбираем s плюс одно число. Вот это самое s плюс первое число, самое большое, это будет или n плюс s, и тогда осталось выбрать из n плюс s минус одного числа s штуку. Или это будет n плюс s минус один, тогда предыдущие слагаемые, и так далее, и так далее. Понятно? То есть комбинаторность совершенно очевидна. Все все понятно? Хорошо. Значит, мы комбинаторно поняли нашу ситуацию.